МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Как скоро в Ленинском городском округе ликвидируют последствия обильного снегопада? Сегодня в 5 часов уже техника и люди были на рабочих местах. Спустя почти 250 лет храм Преображения Господня в селе Остров вновь осветили. Произошло это после реставрации. В душе такая радость, такой покой. В Видном состоялось открытое первенство Ленинского городского округа подзюдо. Завоеванные победы дают возможность спортсменам присвоить юношеские разряды. Подмосковье прошедшей ночью накрыл мощный снегопад. Синоптики отмечают, что количество выпавших осадков стало рекордным за последние 28 лет, чтобы побыстрее ликвидировать снежные завалы. Коммунальные службы Московской области перешли на усиленный режим работы. В том числе и в Ленинском городском округе. По сообщениям представителей МБУ Дорсервис, сотрудники предприятия и техника начали работу в 5 часов утра. Кроме того, зная, что надвигается обильный снегопад, коммунальщики провели ряд мероприятий, которые были призваны впоследствии облегчить уборку снега. Мы были готовы к этому снегопаду. Мы получили своевременную информацию по метеорологической ситуации. Вот, провели превентивные действия, а именно уборку и просыпку территории реагентом. И сегодня в 5 часов уже техника и люди были на рабочих местах. В настоящий момент на дорогах муниципалитета работает 46 единиц уборочной техники, 23 единицы вспомогательной и более 200 сотрудников МБУ Дорсервис. Автомобилистов просят воздержаться от поезда к наличным авто и не парковать машины на проезжей части, чтобы не создавать препятствия для работы снегоуборочных машин. В первую очередь мы сосредоточились на социально значимых объектах. Это детские сады, школы, объекты здравоохранения. Это здания управления федеральной налоговой службы, миграционные службы и так далее. МБУ Дорсервис обслуживает более 350 километров муниципальных дорог. С 1 декабря вывезено 5000 кубометров снега. Ежегодно же с дорог вывозится около 700 кубов. Основные магистрали и дороги, по сообщению представителя Дорсервиса, будут убраны к концу дня. В администрации Ленинского городского округа прошла торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам России. Глава муниципалитета Алексей Спасский поздравил семерых 14-летних мальчишек с получением первого в их жизни взрослого документа. Об эмоциях и впечатлениях главных героев праздника расскажет наш корреспондент Галина Житкова. Юные жители Ленинского городского округа уже не в первый раз получают паспорта в администрации муниципалитета. Эта добрая традиция помогает создать необыкновенное ощущение праздника, которое в каждой семье запомнится надолго. Где бы вы ни оказались, как бы оно ни складывалось, чтобы любовь к той самой матушке родной земле, к своей малой родине, к Видномскому краю, она оставалась в вашем сердце и, может быть, где-то помогала или поддерживала. Стать настоящим гражданином своей страны можно, достигнув 14-летие. Семеро мальчишек из разных школ города получили паспорта из рук главы Ленинского городского округа Алексея Спаскова. Фотографии на память и подарочные наборы вручили каждому участнику торжества. Неожиданно и празднично. Очень приятно, что позвали. Я надеюсь, он это запомнит, и мы это запомним. И пусть эта традиция сохранится. Семья Поповых пришла на вручение паспорта старшему сыну Михаилу практически в полном составе. Папа Антон рассказал, что ответственно подготовились к церемонии и долго тренировались ставить подпись. Вспоминайте, как сами-то паспорт получили. Да, боялся ошибиться в росписи. Волновался очень. Но ничего, все хорошо получилось. Я думала, я просто приду, заберу, распишусь и уйду. А то так торжественно. Паспорт еще не раз придется поменять в течение жизни. Но вот получение своего первого документа это уже большой шаг во взрослую жизнь юных граждан Подмосковья. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Спустя почти 250 лет храм Преображения Господня в селе Остров вновь осветили. Произошло это после реставрации. На торжественной службе побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Храм Преображения Господня в селе Остров, построенный во второй половине 16 века, имеет богатую историю. За несколько столетий он пережил разные времена. А теперь, после завершившейся недавно реставрации, вновь состоялось великое освящение. Уже шесть лет настоятелем храма является Иерей Илья Пиесис. Это храм царский, и я чувствовал, что мне помогают молитвы вот наших, моих предшественников, священников, и они вместе со мной сегодня радуются, что этот храм освящен, что вновь на нашей вот московской земле зажглась новая вот эта молитвенная свеча. Чин освящения совершил митрополит Каширский феогност. Праздничную службу посетило большое количество прихожан. Многие приехали специально ради этого события из Москвы и других уголков Подмосковья. Для нас это большая честь, радость. Все-таки осветили храм. Столько лет он не освящался. Он раньше осветился, но батюшка говорил нам лет 400 назад. А теперь вот еще такая благодать. Осветили такой красивый храм. Его здесь преобразили, почистили. В душе такая радость, такой покой. Ну, не знаю, это вот не объяснить. Для всех православных верующих муниципалитета освящение храма Преображения Господня стало по-настоящему большим событием. Святыня с многовековой историей для многих – место, где можно отвлечься от мирской суеты. Храм Преображенский села Острова, он имеет три предела исторические, и поэтому основной предел уже освящен в честь Преображения Господня. А сегодня мы освятили два предела – в честь Великомученца Екатерины и в честь мученков Кира и Иоанна. Исторически и храм этот связан с именами святых, и наша земля тоже связана с именем Великомученца Екатерины. Так что теперь храм, можно сказать, полностью освящен, и в нем будет продолжаться, конечно, регулярное богослужение. Службу посетил председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Место знаковое, и я хочу, конечно, поблагодарить всех строителей, жертвователей, всех тех, кто воссоздавал вот эту святыню, которая действительно станет жемчужиной в плеяде наших храмов на территории Виновского края. После окончания службы настоятель храма отец Илья поблагодарил и наградил почетными грамотами причастных к реставрации людей. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Доме культуры поселка Петровское прошел вечер памяти дважды героя социалистического труда Ивана Буянова. Иван Андреевич был первым председателем колхоза имени Владимира Ильича, и под его руководством предприятие достигло высоких результатов в сфере земледелия и животноводства. Гостей мероприятия «Файе Дома культуры Петровская» встречала небольшая выставка фотографий из личного архива семьи Ивана Буянова. Об истории каждого снимка посетителям экспозиции рассказывала внучка, дважды героя социалистического труда Светлана Слешина. Сестра моя вспоминает, что целый день делали эту фотографию, чтобы застать его в семейной обстановке, потому что семье он, конечно, никогда не принадлежал, он всегда принадлежал людям и всегда служил людям. Очень много людей приезжало с Москвы, из правительства и коробками отдавали архив. И поэтому у нас остались буквально единицы, которые мы бережно храним. Иван Андреевич Буянов был первым председателем колхоза имени Владимира Ильича. Под его руководством сельскохозяйственное предприятие стало одним из передовых в стране и достигло высоких результатов в сфере земледелия и животноводства. По сложившейся традиции мы всегда возлагаем цветы в деревне Горки на аллее героев. Первым председателем колхоза Владимира Ильича, дважды героем социалистического труда Буянову Ивану Андреевичу. В Петровском, в том культуре, первый раз проходит такое широкое мероприятие. На вечер памяти были приглашены почетные гости. Много теплых слов в адрес Ивана Буянова, сказала заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. От всего сердца благодарна вам за память, которую вы сегодня не просто несете, храните, а передаете молодым людям. Сотрудники Дома культуры подготовили фильм о жизни легендарного руководителя и о рабочих буднях колхоза имени Владимира Ильича. Вечер, посвященный Ивану Буянову, вновь сплотил земляков, которые передают память о нем из поколения в поколение. Когда организовался колхоз, никто не верил, как, что будет, как быть, с чего начинать. Иван Андреевич говорит, только труд может улучшить вашу жизнь. Мероприятие продолжилось праздничным концертом. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Видном состоялось открытое первенство Ленинского городского округа подзюдо. На традиционные состязания съехались спортсмены не только из Московской области, но и других регионов России. Наш город представили борцы детского спортивного клуба «Орленок». Съемочная группа телеканала «Видное ТВ» наблюдала за поединками. Спортсмены из 33 спортивных команд съехались на соревнования, давно ставшие традиционными на территории Ленинского городского округа. Брянская, Курская, Владимирская область. И, конечно же, Московский регион. В борьбе за пьедестал участвовало порядка 400 зудаистов. Ребята приезжают, завоевывают победы. Это необходимо для повышения квалификации. Завоеванные победы дают возможность спортсменам присвоить юношеские разряды, соответственно, повышать ученическую степень. На открытии соревнований присутствовала заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Она пожелала всем ребятам достойного выступления. Ребята, вы лучшие. Страна гордится вами. И неважно, первое или второе место вы сегодня привезете домой. Вы должны знать, что ваша победа, она сегодня уже есть. И мы считаем, что чем больше вот таких замечательных, необыкновенных ребят в стране, тем надежнее наша ТВ. Госте мероприятия вручила сертификаты 1Q и коричневые пояса двум воспитанникам клуба «Орленок» Федору Бромину и Улукбеку Азимову. Я занимался 8 лет, боролся. В Россию ездил, в Москве боролся, в СФО ездил. Я занимаюсь дзюдо с 4 лет. Для меня дзюдо – это как моя жизнь, вторая. Соревновательный день разбили на два этапа. Спортсмены 13 и 14 лет боролись во второй половине дня. С утра на татами вышли дзюдоисты 2008-2009 годов рождения. И вот первые награды. Но и гости Видного приехали, чтобы побеждать. Спортсмен из Пушкина Лев Павлов довольно легко одолел своего соперника. По итогам первенства воспитанники «Орленка» принесли своему клубу две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. В конце соревнования определились и командные лидеры. Первое место заняли дзюдоисты из Чехова. На втором подальчане третье место – Видное. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова